Глава 37 Это дело мы уладили. Потом пошли на задний двор к мусорной куче, где валялись старые сапоги, тряпки, битые бутылки, дырявые кастрюльки и прочий хлам. Покопались в нем и разыскали старый жестяной таз. Заткнули получше дырки, чтобы испечь в нем пирог. Спустились в погреб и насыпали полный таз муки. Оттуда пошли завтракать. По дороге нам попалось два обойных гвоздя. И Том сказал, что они пригодятся узнику выцарапать именно стене темницы свое имя и свои злоключения. Один гвоздь мы положили в карман фартука тети Сали, который висел на стуле, а другой заткнули за ленту на шляпе дяди Сайлоса, что лежал на конторке. От детей мы слышали, что папа с мамой собираются сегодня утром пойти к беглому негру. Потом мы сели за стол, и Том опустил оловянную ложку в дядин карман. Только тети Сали еще не было, пришлось ее дожидаться. А когда она сошла к завтраку, то была вся красная и сердитая, и едва дождалась молитвы. Одной рукой она разливала кофе, а другой все время стукала наперстком по голове того из ребят, который подвертывался под руку. А потом и говорит, «Я искала-искала, весь дом перевернула, и просто ума не приложу, куда могла деваться твоя другая рубашка». Сердце у меня упало и запуталось в кишках, и кусок маисовой лепешки истал поперек горла. Я закашлялся, кусок у меня выскочил, полетел через стол и угодил в глаз одному из ребятишек. Так что он завертелся, как червяк на крючке, и заорал во все горло. А Том даже весь посинел от страха. И с четверть минуты или около того наше положение было незавидное, и я бы свою долю продал за полцены, если бы нашелся покупатель. Но после этого мы скоро успокоились. Это только от неожиданности нас как будто вышибло из колеи. Дядя Сайлос сказал, «Удивительное дело. Я и сам ничего не понимаю. Отлично помню, что я ее снял, потому что... Потому что на тебе надета одна рубашка, а не две. Тебя послушай только. Вот я так действительно знаю, что ты ее снял. Лучше тебя знаю, потому что вчера она сушилась на веревке. Я своими глазами ее видела. А теперь рубашка пропала. Вот тебе и все. Будешь теперь носить красную фланелевую фуфайку, пока я не выберу время сшить тебе новую. За два года это уже третью рубашку тебе приходится шить. Горят они на тебе, что ли? Просто не понимаю, что ты с ними делаешь. Только и знай, шея тебе рубашки. В твои годы пора бы научиться беречь вещи. Знаю, Салли. Я уж стараюсь беречь, как только можно. Но тут не я один виноват. Ты же знаешь, что я их только и вижу, пока не на мне. А ведь не мог же я сам себя потерять рубашку. Ну, это уж не твоя вина, Сайлос. Было бы и можно, так ты бы ее потерял, я думаю. Ведь не только эта рубашка пропала. И ложка тоже пропала. Да и еще не все. Было десять ложек, а теперь стало всего девять. Ну, рубашку, я думаю, теленок сжевал. Но ложку-то он не мог проглотить. Это уж верно. А что еще пропало, Салли? Полдюжины свечей пропало. Вот что пропало. Может, крысы их съели? Я думаю, что это они. Удивительно, как они весь дом еще не изгрызли. Ты все собираешься заделать дыры и никак не можешь собраться. Будь они похитрей, так спали бы у тебя на голове, А ты бы ничего не почуял. Но ведь не крысы же стащили ложку. Уж это-то я знаю. Ну, Салли виноват. Сознаюсь, это моя оплошность. Завтра же обязательно заделаю все дыры. Куда так спешить? И в будущем году еще успеется. Матильда Энжелина Арамина Фелпс. Трах на персток стукнул, и девочка вытащила руку из сахарницы и смирно уселась на месте. Вдруг прибегает негритянка и говорит. Мисс Салли, у нас простыня пропала. Простыня пропала? Ах ты, Господи! Я сегодня же заткну все дыры, говорит дядя Сайлос, а сам, видно, расстроился. Замолчи ты, пожалуйста. Крысы, что ли, стянули простыню? Как же это она пропала, Лиза? Ей-богу, не знаю, миссис Салли. Вчера висела на веревке, а теперь пропала. Нет ее там. Ну, должно быть, светопредставление начинается. Ничего подобного не видывала, сколько живу на свете. Рубашка, простыня, ложка и полдюжины свечей. Миссис, вбегает молодая мулатка. Медный подсвечник куда-то девался. Убирайся вон отсюда, дрянетокая, а то, как запущу в тебя кофейником. Тетя Салли просто вся кипела. Вижу, надо удирать при первой возможности. Улизну, думаю, потихоньку и буду сидеть в лесу, пока гроза не пройдет. А тетя Салли развоевалась, просто удержу нет. Зато все остальные притихли и присмирели. И вдруг дядя Сайлос выуживает из кармана эту самую ложку. И вид у него довольно глупый. Тетя Салли всплеснула руками и замолчала, разинув рот. А мне захотелось убраться куда-нибудь подальше. Но ненадолго, потому что она сейчас же сказала. — Ну, так я и думала. Значит, она все время была у тебя в кармане, надо полагать. И все остальное тоже там. Как она туда попала? — Прав не знаю, Салли, — говорит дядя, вроде как бы оправдываясь. А не то я бы тебе сказал. Перед завтраком я сидел и читал Деяния Апостола в главу 17-ю. И, должно быть, нечаянно положил в карман ложку вместо Евангелия. Наверное, так. Потому что Евангелия у меня в кармане нет. Сейчас пойду посмотрю. Если Евангелие там лежит, значит, я положил его не в кармана, а на стол и взял ложку. А после того, ради Бога, замолчи. Дайте мне покой. Убирайтесь отсюда все, все до единого. И не подходите ко мне, пока я не успокоюсь. — Я бы ее услышал, даже если бы она шептала про себя, а не кричала так. И встал бы и послушался, даже если бы лежал мертвый. Когда мы проходили через гостиную, старик взял свою шляпу и гвоздь упал на пол. Тогда он просто подобрал его, положил на каминную полку и вышел. И даже ничего не сказал. Том все это видел, вспомнил про ложку и сказал. — Нет, с ним таких вещей нельзя посылать. Он ненадежный. Потом прибавил. — А все-таки он нам здорово помог с этой ложкой, сам того не зная. И мы ему тоже поможем. И опять-таки он знать не будет. Давай заткнем эти крысиные норы. Внизу в погребе оказалась пропасть крысиных нор. И мы возились целый час. Зато уж все заделали как следует, прочно и аккуратно. Потом слышим на лестнице шаги. Мы скорее потушили свечку и спрятались. Смотрим. Идет наш старик со свечкой в одной руке и с целой охапкой всякой всячины в другой. И такой рассеянный тычется, как во сне. Сначала сунулся к одной норе, потом к другой, все по очереди обошел. Потом задумался и стоял, должно быть, минут пять, обирая сало со свечки. Потом повернулся и побрел к лестнице. Еле-еле, будто сонный. А сам говорит, хоть убей, не помню, когда я это сделал. Вот надо было бы сказать ей, что зря она из-за крыс меня ругала. Ну да уж ладно, пускай. Все равно никакого толку не выйдет. И стал подниматься по лестнице, а сам бормочет что-то. А за ним и мы ушли. Очень хороший был старик. Он и сейчас такой. Том очень беспокоился, как же нам быть с ложкой. Сказал, что без ложки нам никак нельзя. И стал думать. Сообразил все как следует, а потом сказал мне, что делать. Вот мы все и вертелись около корзинки с ложками, пока не увидели, что тетя Салли идет. Тогда Том стал пересчитывать ложки и класть их рядом с корзинкой. Я спрятал одну в руках, а Том и говорит. Знаете, тетя Салли, а все-таки ложек только девять. Она говорит. Ступай играть и не приставай ко мне. Мне лучше знать, я сама их считала. Я тоже два раза пересчитал, тетя, и все-таки получается девять. Она, видно, из себя выходит, но, конечно, стала считать, да и всякий на ее месте стал бы. Бог знает, что такое. И правда всего девять, говорит она. А да пропади они совсем. Придется считать еще раз. Я подсунул ей ту ложку, что была у меня в рукаве. Она пересчитала и говорит. Вот еще напасть. Опять их десять. А сама и сердится, и не знает, что делать. А Том говорит. Нет, тетя, не может быть, чтобы было десять. Что ж ты, болван, не видел, как я считала? Видел? Да только... Ну ладно, я еще раз сочту. И я опять стянул одну, и опять получилось девять, как и в тот раз. Но она прямо рвала и метала, даже вся дрожит, до того взбеленилась. А сама все считает и считает. И уж до того запуталась, что корзину стала считать вместе с ложками. И от того три раза у нее получалось правильно, а другие три раза неправильно. Тут она как схватит корзину и шварк ее в угол. Кошку чуть не убила. Потом велела нам убираться и не мешать ей. А если мы до обеда еще раз попадемся ей на глаза, она нас выдерет. Мы взяли эту лишнюю ложку, да и сунули ей в карман, пока она нас отчитывала. И Джим получил ложку вместе с Гвоздевым. Все как следует. Еще до обеда. Мы остались очень довольны. И Том сказал, что для такого дела стоило потрудиться. Потому что ей теперь этих ложек ни за что не сосчитать, хоть убей. Все будет сбиваться. И правильно сочтет, да себе не поверит. А еще денька три посчитает, у нее и совсем голова кругом пойдет. Тогда она бросит считать эти ложки, да еще пристукнет на месте всякого, кто только попросит их сосчитать. Вечером мы опять повесили ту простыню на веревку и украли другую. У тети Сали и шкафа. И два дня подряд только тем и занимались. То повесим, то опять стащим. Пока она не сбилась со счета, не сказала, что ей наплевать, сколько у нее простынь. Не губить же из-за них свою душу. Считать она больше ни за что не станет. Лучше умрет. Так что насчет рубашки, простыни, ложки и свечей нам нечего было беспокоиться. Обошлось. Тут и теленок помог, и крысы, и путаница в счете. Ну, а с подсвечником тоже как-нибудь дело обойдется. Это не важно. Зато с пирогом была возня. Мы с ним просто замучились. Мы его месели в лесу и пекли там же. В конце концов все сделали и довольно прилично. Но не в один день. Мы извели три полных таза муки, пока его состряпали. Обожгли себе все руки и глаза разъело дымом. Нам, понимаете ли, нужна была одна только корка. А она никак не держалась. Все проваливалось. Но в конце концов мы все-таки придумали, как надо сделать. Положить в пирог лестницу, да так и запечь вместе. Вот на другую ночь мы уселись вместе с Джимом, порвали всю простыню на узкие полоски и свили их вместе. И еще до рассвета получилась у нас замечательная веревка, хоть человек на ней вешай. Мы вообразили, будто делали ее девять месяцев. А перед обедом мы отнесли ее в лес, но только в пирог она не влезла. Если понадобилось этой веревке, хватило бы на сорок пирогов, раз мы ее сделали из целой простыни. Осталось бы и на суп, и на колбасы, и на что угодно. Целый обед можно было приготовить. Но нам это было ни к чему. Нам было нужно ровно столько, сколько могло влезть в пирог. А остальное мы выбросили. В умывальном тазу мы никаких пирогов не пекли и боялись, что замазка отвалится. Зато у дяди Сайлоса оказалась замечательная медная грелка с длинной деревянной ручкой. Он ею очень дорожил, потому что какой-то там благородный предок привез ее из Англии вместе с Вильгельмом Завоевателем на Мэйфлауэре. Или еще на каком-то из первых кораблей. И спрятал на чердаке вместе со всяким старьем и другими ценными вещами. И не то, чтобы они дорого стоили. Они и вовсе ничего не стоили. А просто были ему дороги, как память. Так вот, мы ее стащили потихоньку и отнесли в лес. Но только сначала пироги в ней тоже не удавались. Мы не умели их печь. А зато в последний раз здорово получилось. Мы взяли грелку, обмазали ее внутри тестом, поставили на уголье, запихали туда веревку, опять обмазали сверху тестом, накрыли крышкой и засыпали горячими угольями. А сами стояли шагах в пяти и держали ее за длинную ручку. Так что было и не жарко, и удобно. И через четверть часа испекся пирог. Да такое, что одно загляденье. Только тому, кто стал бы есть этот пирог, надо было бы сначала запасти пачек сто зубочисток. Да и живот бы у него заболел от этой веревочной лестницы. Небось, скрючило бы его в три погибели. Нескоро запросил бы я еды. Я-то уж знаю. Нат не стал смотреть, как мы клали заколдованный пирог Джиму в миску. А в самый низ под провизию мы сунули три жестяные тарелки. И Джим все это получил в полном порядке. А как только остался один, разломал пирог и спрятал веревочную лестницу к себе в тюфяк. А потом нацарапал какие-то каракули на тарелке и выбросил ее в окно.